В этом году столица Гагаузии, муниципе Камрад, отмечает 232-ю годовщину со дня основания. Как всегда, город празднует эту дату в кругу многочисленных гостей. Для них подготовлены концерты, парад коллективов, выставки, спортивные состязания и многое другое. На 232-ю годовщину города Камрада съехались многочисленные гости из городов, с которыми Камрад поддерживает побратимские связи. К этому празднику муниципальные власти подготовились заблаговременно. Гости, которых не было здесь 2 или 3 года, они увидели разницу. Потому что, когда мы праздновали в 15-м, в 16-м году, в 17-м, конечно же, это была другая столица. Тоже очень много было сделано, был парк красивый, в любом случае было, куда приводить. Но год за годом столица должна развиваться, расширяться, дороги должны появляться, инфраструктура, потому что гости, когда приезжают, попадают в одну глубокую яму, поверьте мне, они больше не хотят ехать. Поэтому, в принципе, в этом плане была сделана очень большая работа, это заметили сами гости. Делегации из Турции ежегодно принимают участие в праздновании Дня города Камрад. Представители Турецкой Республики отметили, что для них важно праздновать 232-ю годовщину муниципи вместе с братским народом. На этом красивом празднике мы с вами вместе в Гагаузе все праздники проходят на высоком уровне. К вам приехали многочисленные гости из Турции. Я поздравляю с 232-й годовщиной. Желаю, чтобы дружеские связи между турецким народом и гагаузами развивались. Желаю, чтобы и в праздники, и в другие дни мы всегда были вместе. Благодарим вас за всём. Гагаузами гражданам Турции, которые здесь проживают, предоставляем консульские услуги. Мы рады, что это стало возможным. Поздравляем с 232-й годовщиной муниципи Камрад. Очень рады, что вместе с вами празднуем эту дату. У вас чувствуем себя как дома, как в родной Турции. Двери нашего консульства всегда открыты. Мы будем на каждом этапе, на каждом шагу поддерживать гагаузов. Зарубежные гости отметили гостеприимство камрадчан. Примар муниципия Сергей Анастасов подчеркнул, что городские власти к празднику готовились совместно с жителями. Всем, кто любит свой город и старается для его процветания, он пожелал. Мирного неба, городу благоустройства, чтобы город просветал, и чтобы наши жители все вернулись, те, которые уехали. Сделаем всё для этого, чтобы они всё-таки жили в нашем городе. На выставке ремесленников были представлены коллекции ручной работы мастеров из многих уголков Молдовы и Гагаузии. Житель муниципия Чадерлунга Николай Манев представлял на выставке-ярмарке Ассоциацию народных мастеров Гагаузии. Занимаюсь я этим видом ремесла давно. По жизни вообще я столер, с детства. А это моё увлечение, скажем, хобби. Наверное, это заложено с детства, вот именно любовь к дереву. Вот, поэтому я и занимаюсь этим. То есть, делая вот эти вещи, конечно, я же не делаю их вот лишь бы, чтобы продать или что-то. Да, я их продаю, но я их делаю с любовью. Как бы эту работу я растворяю в любовь. То есть, и это всё растворяется как бы в любви. Ну, мне нравится эта работа, это занятие нравится мне. Хобби делать эти пастолы, кнуты всякие, барабаны делаем. Всё для людей. Хотим показать, как раньше люди, наши предкидают, чем они ходили, понимаете. А сейчас только артисты ходят в них, и всё, остальные нет. Почётные семьи муниципе Камрад в праздничный день были награждены дипломами. Разрешите вас поздравить с вашим юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы радовались своим здоровьем, то, что вы есть на свете, ваших детей, ваших внуков. А в свою очередь, дети и внуки, чтобы своими успехами радовали вас. В День города были организованы массовые спортивные мероприятия. Более 30 участников состязались в мастерстве игры в шашки и шахматы. Среди них были и дети, и взрослые. Около 10 участников представляли шахматный клуб «Кинг». Тренером шахматистов является Андрей Димитроглом. Такой турнир у нас уже стал традиционным. У нас появилась аллея шахмат, где ребята могут поиграть на свежем воздухе, посоперничать друг с другом. Турнир способствует, конечно же, в первую очередь, популяризации шахмат среди молодежи, среди детей, также среди взрослых. И турнир позволяет многим ребятам набраться нового опыта и получить какие-то новые навыки, новые знакомства, находить себе новых друзей. Среди участников турнира были совсем юные чемпионы. Среди успехов 8-летнего шахматиста Дмитрия Камура победа в чемпионате Гагаузии по шахматам. Шахматисты и шашисты активно участвуют в состязаниях. Ну, я с прошлого лета начал учиться шахматам. Я захотел научиться шахматам учиться. Папа немножко умеет играть в шахматы, но я его каждый раз обыгрываю. Сначала я продула ферзя, потом выиграла, потом как бы время кончалось, и закончилось время, и я проиграла. Да, это все равно учит меня новому, и как бы я не расстраиваюсь. Шахматы – это хорошая игра, и мне она подходит. Я занимаюсь два года. Я занимаюсь уже шахматами полтора года. Мне нравится, как тренер нас тренирует. Он нас обучает каждый урок новым дебютом, новым трюком, может быть, ловушком. Мне нравится, как он обучает нас, техника обучения. Мой папа очень хорошо играет в шахматы, и вот буквально на этой неделе я его обыграл, и я этим очень горжусь. Также я на турнирах участвую много, занимал четвертое и пятое места. Я играю в шашки, как только себя помню. Меня начал учить папа. У нас вообще вся семья играющая, там и дядя, и мама немножечко. Но мой дядя, он кандидат мастера спорта по шашкам. Поэтому что-то я от него перенял. Я считаю, что шашки, шахматы, они очень хорошие игры, они развивают интеллект. Очень давно играю в шашки, уже, наверное, лет 50. Участвую всегда в больших турнирах. Большие места не занимаю, но не отстаем. От жизни не отстаем, да. И даем пример молодёжи, конечно. Пусть они учатся думать, как хорошо вести себя. Это культурные мероприятия. Среди взрослых победителем Кубка Камрата стал Андрей Димитрогло. Степан Пиёглас занял второе место, третий – Виталий Жимжи. Среди ребят победителем Кубка Камрата стал Виталий Жимжи. Никита Чабан занял второе место, Иван Никологло – третье место, Карина Тельпис стала первой среди девочек, Вика Тодорич заняла второе место, Татьяна Дергач – третье.